Здравствуйте! В эфире своего ТВ-новости. В студии Екатерина Сегеда. И вот о чём расскажем в этом выпуске. Удар по коронавирусу. Какие дополнительные меры приняли для борьбы с распространением инфекции? Удар по коронавирусу. Всероссийская перепись населения проходит на Ставрополе. Важен каждый человек. Как и где принять участие, расскажет Джамиля Ибрагимова. Провальный план, почему прогулка привела двух приятелей из Нефтекумского округа на скамью подсудимых. Разгрузка для городского трафика, где отремонтировали трассу. Теперь подробнее об этих и других событиях. В начале ноября Ставропольцев, как и всех россиян, ждёт нерабочая неделя. Это предложение по борьбе с коронавирусом поддержал президент Владимир Путин. Таким образом, дни с 30 октября по 7 ноября объявляются нерабочими. При этом зарплата сотрудников будет сохранена. Предполагается, что эта мера поможет замедлить распространение инфекции. Ну а самым надёжным способом остановить болезнь по-прежнему остаётся вакцинация. На Ставрополе назвали перечень людей, которые обязательно должны привиться от коронавируса. Все категории перечислены в постановлении главного санитарного врача региона. Это люди старше 60, студенты, муниципальные и госслужащие, сотрудники правоохранительных органов, медики, работники торговли, транспорта, сферы услуг, общепита и представители других профессий, которые по работе много общаются с людьми. Аналогичные меры уже действуют почти во всех российских регионах. Как обеспечить население вакциной вовремя и без очередей, обсудили на совещании в правительстве края. Губернатор Владимир Владимиров поручил при необходимости открывать новые прививочные пункты и увеличить число выездных бригад. Я очень попрошу всех глав пунктов вакцинации посещать, смотреть проблематику их работы и, соответственно, через Министерство здравоохранения её разрешать. Если вы видите, необходимы дополнительные пункты вакцинации, передвижные пункты вакцинации, эти запросы, не чурайтесь, мы их сразу же будем выполнять. Идём дальше. Сколько нас с вами живёт в стране? Кого больше, мужчин или женщин? Какой средний возраст жителя России? Ответы на эти и другие вопросы можно будет узнать во время всероссийской переписи населения. Масштабный народный опрос в эти дни проходит по всей стране. Джамиля Ибрагимова познакомилась с большой работой переписчиков Ставрополя. Они заглядывают в квартиры и наведываются в частные дома, ездят по городам и ходят по сёлам. Вы сразу узнаете переписчика в синем шарфе с характерной символикой. При себе паспорт и удостоверение. Подходит по описанию, можете смело пускать на порог. Такой специалист пришёл и в дом к супругам Йениным. Виктор Фёдорович и Татьяна Ивановна совместно встречают уже не первую перепись. И каждую последующую в их жизни что-то доменялось. Ну, те переписи были рано. Мы ещё только поженились. Вторая перепись была – уже появились дети. Вот эта перепись – уже внуки. И вот так вот и получается по всей России. Тогда было меньше людей, сейчас побольше. Вот хочется знать, сколько. Никаких провокационных вопросов. В анкету вписывают строгие биографические данные. Фамилия, имя, гражданство и образование. Переписчики интересуются, на какие средства живёте и в каких условиях. Своего рода краткий рассказ о среднестатистическом жителе. Родной язык русский. Кто в домовладении ещё? Если не хотите пускать переписчиков домой, то можно самому явиться на участок. На Ставрополе распахнули двери больше 800 переписных пунктов. Елена Черных пришла на один из таких участков. И бланки заполнила за всю семью – мужа, дочь и девятимесячного сына. За него отвечать маме было легче всего. Там получается дата рождения, где родился, каким языком владеет. Ну да, в других пунктах получилось пока прочерк. Но есть чему стремиться. Народный опрос ещё можно пройти в МФЦ. Там для желающих переписаться – отдельное окошко и отдельная очередь. Существует и четвёртый способ поучаствовать в переписи. Самый удобный из возможных – с помощью портала госуслуг. Особенно в пандемийных условиях. Кстати, для многих принципиально в ходе переписи указать и свою этническую принадлежность. И для меня тоже. Поэтому в графе «национальность» я написала «Нагайка». Я уверена, что это важно как и для малого народа, так и для всей страны. Знать, что такой этнос есть, и его представителей не так уж и мало. За первые пять дней работы переписчики, которых, кстати, больше пяти тысяч, опросили уже 8% населения. Работа строго в масках и перчатках. По ряду причин перепись в этот раз не похожа ни на одну другую. Особенность переписи в том, что она первая цифровая. Переписчики вышли в поля с планшетными комплексами. И все-таки большую ставку мы делаем на, возможно, большее количество переписавшихся через единый портал государственных услуг. Многим ставропольцам не надо объяснять, для чего нужна перепись. Они добросовестно подходят к этому мероприятию. Перепись нужна для того, чтобы государство знало, сколько живет людей, каких возрастов. Получать подлинную информацию для того, чтобы знать, какие планы строить на будущее. Перепись продлится до 14 ноября. У тех, кто еще не успел, есть время ответить на вопросы. Вопросы, из которых складывается история нашей страны. Джимили Ибрагимова, Сергей Трегубов, Ставропольское телевидение. До конца 2023 года в Ставрополе установят 59 специализированных светофоров. Они сами подстраиваются под транспортные потоки и меняют продолжительность красного или зеленого сигнала. В час пик это позволит разгрузить город от пробок. Модернизацию проводят по нас проекты «Безопасные и качественные дороги». Другие новости края – коротко в нашем обзоре. МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Работу специалистам усложняло то, что местами водопровод пролегает под автодорогами. Улучшение водоснабжения уже ощутили 13 тысяч жителей, сообщили в Краевом министерстве ЖКХ. Специалисты отремонтировали 11-километровый участок трассы, ведущий в обход Буденновска. Эта дорога теперь позволит разгрузить улицы города. Для работ использовали щебеночно-мастичный асфальтобетон, который значительно крепче и надежнее. Работы провели по краевой программе развития транспортной системы, сообщили в Управлении по информационной политике края. Вот такие новости к этому часу. Еще больше их у нас на сайте stv24.tv. Заходите, там много интересного. И мы ждем ваши вопросы на наш номер 8928-350-8070. А также рекомендуем подписаться на наши страницы в социальных сетях. Чтобы узнать подробности, отсканируйте QR-код на экране. Сейчас прогноз погоды с Алексеем Форсиковым. Я передаю ему слово. С вами прощаюсь. В студии была Екатерина Сегеда. Всего доброго. Субтитры сделал DimaTorzok. На этом о погоде все. Увидимся.